МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 30 тонн металлоконструкции, свыше тысячи деталей. Севастополь готовится к фестивалю опера в Херсонесе. Работы ведутся круглосуточно. Выстраивают сцену и зрительный зал, который будет рассчитан на 800 мест. Концертную площадку устанавливают возле базилики 1935 года. Зрительные места с видом на море. Организаторы фестиваля отметили – археологическую зону не повредят. Все конструкции устанавливаются без внедрения в слой земли. Для создания концертного зала под открытым небом уже завезено семь грузовиков-материалов. В ближайшее время поступят ещё две фуры светового и звукового оборудования. Оказавшись здесь в Херсонесе, сразу стало понятно, что здесь точно должно быть классическое искусство, здесь точно должна быть большая опера на фоне моря, на фоне базилики 1935 года, когда древний Херсонес становится естественной декорацией для большого искусства. Фестиваль соберёт звёзд мировой оперы. На сцену поднимутся приглашённые солисты Польшого театра – Василий Ладюк, Алексей Татаринцев, Вероника Джоева, народный артист России Владимир Маторин, заслуженная артистка Республики Северной Осетии Алания Угунда Кулаева. Несмотря на угрозы санкции, в Крым приедет певец из Италии – Валерий Асгарджи. Силы мы собрали очень хорошие. На сегодняшний день это было непросто, потому что все крупные музыканты расписаны на несколько лет вперёд. Но вот нам удалось, между прочим, я вам скажу, с большим энтузиазмом отнеслись. Многие подвинули свои графики. В общем, очень хотят сюда приехать, несмотря на существующие риски, когда начинают на Западе прижимать. В течение трёх дней в античном городе-музее будут исполнены знаменитые арии из опер Чайковского, Евгения Онегин, Рибского, Корсакова, Садко, Снегурочка и Майская ночь. Со сцены прозвучат произведения Пучини, Богема, Безе, Кармен, Россини, Сибильский цирюльник. Международный фестиваль начнётся с благотворительного концерта. Он пройдёт на территории заповедника Херсонес-Таврический 18 августа. На него приглашены почётные граждане Севастополя, ветераны, учащиеся в музыкальных заведениях, представители учреждений культуры. Вход по пригласительным. На 19 число все билеты уже раскуплены. Они проданы за две недели. В субботу выступят звёзды мировой оперы. 19 августа в два часа откроется Музей античной истории, который был закрыт 12 лет. И именно в этот день здесь, в Херсонесе, разгар оперного фестиваля. Но это ли не чудо? Завершится фестиваль 20 августа. На сцене выступят молодые исполнители ведущих российских театров. Будущее русской оперы. Ожидается, что фестивальные мероприятия посетят более трёх тысяч зрителей. Сейчас тренд мировой, когда объекты культурного наследия, памятники культурного наследия не просто сохраняются для последующих поколений, а активно используются как магниты для культурной жизни, для развития искусства. Летний оперный фестиваль под открытым небом планируют сделать ежегодным. Организаторы надеются, он станет центром притяжения ценителей оперного искусства со всего мира. Елена Карнухова, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Гость в студии сегодня Валерий Иосифович Ворона, художественный руководитель фестиваля опера в Херсонесе, президент фонда «Русское исполнительское искусство», ректор Государственного музыкального педагогического института имени Михаила Михайловича Ипполитова Иванова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор и многое-многое-многое. Здравствуйте, Валерий Иосифович. Добрый день. Очень приятно с вами познакомиться лично. Как же появилась идея проведения международного оперного фестиваля именно в Херсонесе? Вы знаете, идея проведения крупных акций международного масштаба в этом благодатном краю, она постоянно витает в воздухе и у деятелей культуры. Во-первых, это колыбель нашей культуры. Здесь были все великие представители российской культуры. Они здесь жили, они здесь общались, здесь рождались идеи, здесь создавались фильмы. И любая традиция, которая уже укоренилась в истории, она имеет и какую-то уже функцию и саморазвития, и востребованность, и ожидание общественности. Поэтому то, что на какой-то период это прерывалось, это было, в общем-то, неправильно. Даже по недоразумению, наверное, больше. Не по дорезумению полному, да. Поэтому у нас давно было в мечтах. У нас были и проекты, мы хотели делать там, и у нас даже есть название, которое я, так сказать, раньше времени озвучивать нет смысла. Но идея такая есть, сделать здесь вообще такой крупный фестиваль, берег классики. У нас есть идея создания такого международного приза в сфере академической музыки, аналог Нобелевской премии, которого в мировом музыкальном пространстве нет. И мы считаем, что эта ниша должна быть занята Россией. Тоже благодатное место для такой церемонии и так далее. Но это можно, конечно, делать и в Москве, и в Сочи, но почему не в Крыму? Тоже интересное место, которое может привлечь внимание всего мира. А что касается этого мероприятия, то это не идея нашего фонда, который я возглавляю, русское исполнительское искусство. Это идея фонда «Новая республика». И они являются организаторами. Здесь мы с ними как бы сотрудничествуем по творческой части. Но это огромный проект, который состоит не только из творческой части, а из огромного технологического обеспечения и так далее. Но почему именно опера? Это ваша идея или всё-таки это «Новая республика»? В общем, будем считать совместная. Не классическая музыка, ну камерная, не симфоническая, но именно опера. Когда мы приходим в Херсонес и чувствуем себя здесь как бы в центре нашей цивилизации, когда всё зарождалось, и мы чувствуем эту связь времён, больше нигде так не почувствуешь, что мы люди этой земли, этого мира, и мы наследники этих потрясающих традиций, высших достижений, чинологического гения, то в классике именно эти достижения проявились. Это очень сочетается. Я могу сказать, что музыка, особенно академическая музыка, мы не знаем до конца, что это такое. Это такая же непознаваемая категория, как бесконечность, как космос, как любовь. И, возможно, это язык человечества. Потому что вот не... Какой-то генетический код общий, да? Да, недаром направили в космос, в иные миры, значит, там наш диск с информацией о Земле, и там девятая симфония Бетховена, а не что-нибудь ещё. Потому что речь нашу могут там не понять. А музыку почувствовать они обязательно. А музыка отразает внутренний космос, и он сочетается с внешним. Это вещь, которая, может, объединяет вечность в себе, да? И всё, что в человечестве заложено, ничто, как музыка, не может отразить. И здесь Россия внесла, можно сказать, беспрецедентный вклад в мировую сокровищницу. Мы это как-то не очень ценим, не очень этим дорожим. А должны по поэзии гордиться, да? А должны гордиться. Это должно стоять на витрине государства. И Россия по-настоящему сделала мировую культурную революцию. Когда начались собираться в России лучшие мировые имена, художники, поэты, учёные, музыканты, архитекторы. И всё, что аккумулировано было в Европе, лучшие достижения, они перешли на российскую почву, на почву очень талантливого народа. У нас создалась потрясающая интеллектуальная среда, и в этом есть основная функция культуры, которую сейчас в последнее время недооценивают. И очень показательно, что оперные песцы, они же востребованные сейчас, да? Когда есть интеллектуальная среда, идут прогресс во всех областях. И вот в музыке достижения именно России, это стала нашей эпохой, которая уже более ста лет. Нас все изучают во всём мире, всю нашу школу, до мельчайших подробностей. Тем более, что многие музыканты разъехались и создали там свои очаги русской школы. Китай, Корея, Япония записывают каждый шаг, каждое слово наших педагогов. Они уже нас начинают опережать на международных конкурсах. Они вкладывают в эту сферу потрясающие там средства, целые города строят музыкальные залы, растут как грибы, феноменальные залы. Мы были с нашим молодежным оркестром в Корее, я и на предыдущей пресс-конференции говорил, везде говорю. Там молодежь ориентирована на академическую культуру полностью. Там нет в головах ночных клубов, пива, дискотек и другого, да? Они все ориентированы, это развивает личность как ничто другое, и создается совсем другая социальная среда в обществе. И совсем другая почва для каких-то открытий. Ну и у нас в России очень много такой молодежи, которая любит классическую музыку, которая слушает, которая исполняет. Просто, возможно, это не так на виду, и чтобы поставить это на витрину, да, и сказать, что да, вы можете гордиться. В том числе и такой фестиваль, который состоится в Севастополе. Я вам скажу, что у нас большой опыт, нашему фонду 25 лет, мы делали очень крупные мероприятия международного масштаба на правительственном уровне, и знаем, чтобы фестиваль укрепился. У нас сейчас в Италии идет фестиваль российско-итальянской культуры, уже пятый год. С большим трудом все пробивается, хотя интерес итальянцев огромный. Ну, чтобы он укрепился, чтобы были соответствующие средства. Ну да, есть какой-то период становления, здесь его нет, тут сразу. Тут сразу ажиотаж. Мы еще не сделали первого шага, да, а уже видим к этому огромное внимание. Ну, колоссальный интерес, и люди ждут, действительно ждут. И здесь востребована публика. Вы знаете, меня подкупил очень вопрос одного из корреспондентов, я сейчас просто не помню фамилию, который мне очень понравился. Он был претенциозный, но он мне очень понравился. Она говорит, а почему вы так недооцениваете севастопольскую публику? Я говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, ну, вы нам дали сплошные шлягеры, которые все знают. А мы, может быть, хотим что-то более интересное, глубокое, так сказать. Ну, это правда, тут не поспоришь. Что же вы ответили и ответите нашим телезрителям? Я ответил, что у нас первый фестиваль, мы рассчитываем на широкую аудиторию, и подготовленную, и неподготовленную. И фестиваль будет проходить в форме гала-концерта. А форма гала-концерта предполагает небольшие там, огромные какие-то отрывки, или сцены из опер, да, предполагает концертные номера, лаконичные, но очень эффектные. Иначе он не будет слушаться. Какие-то специальные там для гурманов вещи, они идут в других концертах, другого формата, либо специального направления. А здесь, возможно, люди только знакомятся с оперой? Здесь знакомятся. А вот вы помните свое знакомство с оперой? С какой оперы началось у вас, ваше знакомство? Давайте я вспомню. Я... И насколько оно было удачно? Может быть, с первого взгляда это была нелюбовь. Я учился в Херсоне, и до 19 лет там жил и учился, потом поступил в Москву. И нет, первая опера, знаете, у меня была «Князь Игорь», которая будет у нас в фестивале. Это мы с моим другом, будучи студентами Херсонского училища, на зимних каникулах продали все, что у нас было, там коньки, еще что-то, да, собрали там, помню, по 20 или 40 рублей и поехали в Москву на зимние каникулы. Родителям мы от них скрылись, сказали, что мы идем в деревню играть в свадьбу кому-то, потому что иначе бы нас не пустили, обманули их. И поехали, мы были два дня в Москве и два дня в Питере. В то время это было событие, потому что, ну, сутки ехать, Москва, у нас даже не было таких коммуникаций, да, как сейчас интернет, там, телевидение, все, да. Тогда мы видели только в букваре Кремль, там, еще что-то, какие-то картинки, и вот когда мы вживую это все видели, это был, конечно, потрясающий эффект. И мы успели попасть и в Большой театр, и в Дворец съездов, и в Питере, вот это основной их дворец, как он называется, я сейчас забыл, и в Мариинский театр. Но тогда он не Мариинский назывался. И мы посмотрели все лучшее, что было. Вот это было мое первое знакомство, и меня, конечно, потрясло, вы знаете, не сюжет, все это мы знали, мы его учили, мы это все понимали. Меня потрясло сам уровень исполнения и солистов, и звучания оркестра, которого... Живого, живого же оркестр не сравнился. Такого уровня, качества слаженного, интембрального, и с точки зрения трактовок, и все, конечно, мы этого не могли нигде услышать, как кроме в Большом театре, да, и в мире не везде такое услышишь. Это, конечно, было потрясение. Ну вот сейчас мы... Вот зритель, который к вам придет, да, вы зацепите его, если он первое знакомство у него с оперой. Кто придет и любит оперу, конечно, он получит удовольствие. Но, возможно, кто-то вот просто на волне ажиотажа, да, ой, все бегут, и я, и я, а тут опера, да, он уйдет влюбленным в оперу. Ну, вы знаете, сейчас же очень популярны в мире вот эти открытые такие огромные, для огромной аудитории концерты, спектакли, в том числе и оперные. Это вообще такое идет сейчас тенденция, она очень хорошо развивается, и вот мы здесь это подхватываем, начинаем развивать. Он открыт для любой публики, и именно программа так составляется, что там скучно не будет никому. Ваш зритель, он широк, да? Конечно. Вы не даже какой-то ограниченный аудиторий. Хорошо, давайте сориентируем, что будет. И внимание, и открытость, что очень приятно, когда к культуре так относится. И публика, она, у нее есть ожидание чего-то настоящего, это очень важно. Мы почувствовали это и на пресс-конференции, и по продаже билетов. Спасибо огромное. К сожалению, можно еще говорить и говорить часами, мы даже не смогли дойти до программы фестиваля. Я думаю, что кто уже купил билеты, потому что билетов нет в продаже, он обязательно увидит, мы обязательно покажем. И в следующем году, я думаю, наши зрители подзаводятся. Но наши, я хочу сказать, что мы отразили, во-первых, срез какой-то уже, так сказать, ретроспективный, но и мы заканчиваем все концерты севастопольской тематикой и песнями, которые стали почти практически народными. Вы заинтриговали, Валерий Иосифович, я думаю, что севастопольцы обязательно увидят. Я напоминаю, что гостем в студии был Валерий Иосифович Ворона, художественный руководитель фестиваля опера в Херсонесе, президент фонда «Русское исполнительское искусство», ректор Государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Михайловича Ипполитова Иванова, заслуженный деятель Искусства Российской Федерации, профессор. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я же с вами не прощаюсь, до встречи на информационном канале Севастополя в программе «Время Икс». Севастополя в программе «Время Икс»